30 лет назад участники стартовали у детского лагеря «Молодая гвардия». Далее припортовый завод, село Визирко, окружная дорога, КП-2 столба, сухой лиман, ПКТ Таирова и финиш на 411 батареи. Далее маршрут был изменен. Последние два года велосипедисты стартовали от «Аллеи славы» и торжественным маршем через город двигались к моменту основного старта на Киевском шоссе. Вначале он давался с места, то есть вся группа участников останавливалась. Затем организаторы решили, что лучше будет, если старт произойдет с ходу, то есть без остановки. Но то, что произошло в этом году, честно говоря, не укладывается в рамки здравого смысла. После старта возле «Аллеи славы» все машины ГИ почему-то дали полный газ, и участники, решив, что велорали началось, тоже включились в работу. Это привело к полному хаосу на пути следования каравана, особенно учитывая рекордное количество велосипедистов более 1300. Подготовка ведь не у всех одинакова, да и цели разные. В результате колонна уже в черте города растянулась более чем на 3 километра, что привело к многочисленным аварийным ситуациям. Как с автомобилистами, так и с пешеходами. Думается, что организаторам велорали необходимо сделать соответствующие выводы из содеянного, дабы не допустить повторения в будущем. Уже в районе автовокзала образовалась группа наиболее подготовленных спортсменов, которые собирались ехать, как говорится, на результат. Среди них были гонщики Одесского велоклуба «Атлет», Ильичевского «Гелиоса», а также иногородние участники из Киева и других городов. Здесь уже наступил момент тактической борьбы. Перед развилкой у двух столбов в отрыв от основной группы удалось уйти двум гонщикам велоклуба «Атлет». Но на самой развилке они вместо того, чтобы повернуть на Маякское шоссе, вдруг решили поехать в Приднестровье. Спустя пару километров спортсмены подняли свою ошибку, развернулись и пустились в догонку за соперниками, которые знали легенду лучше. Старислав Рудой, который заблудился в легенде, в Мирном оказался первым участником, который подъехал к столу регистрации. После Мирного группа преследователей настигла Станислава Рудова, и он сел в эту группе ТОС. В ней следовали Роман Вишневский, Олег Бимбаш, оба велоклуб «Гелиоса-Личевск», киевлянин Игорь Дзюба и одессит Владимир Суворов. К слову, Олега Бимбаша после финиша ждала эта же дистанция, но уже, как говорится, на своих двух. Он в этих соревнованиях выступал в категории «Железный человек». «Железный человечище ты!» «Ну, попытаюсь!» «Получится!» «Я почувствую себя отлично, отрыв регулируется, регулируемый, контролируемый, все отлично». Как только догнали Рудова, в отрыв, следуя разработанной командной тактике, отправился другой представитель велоклуба «Атлет» Андрей Гладкий. Ему на колесо присел одессит Владислав Плехов. Решающие события развернулись после 4-го КП в селе Молодежное возле Ильичевска. В лидирующей группе осталось три гонщика – Станислав Рудой, Андрей Гладкий и Владимир Суворов. Два атлетовца рывками пытались растерзать попутчика, но Суворов оправдал свою фамилию и оказался крепким орешком, отвечая на все рывки соперника. Лишь на подъезде к мемориалу 411 батареи за километр до финиша перед въездом в рощу решающий рывок совершил Станислав Рудой. В гордом одиночестве он пересек линию финиша с новым рекордом трассы – 2 часа 29 минут. Вторым финишировал Владимир Суворов, третьим – Андрей Гладкий. «Настоящая классика. Уехал отрыв. Мы думали, что отрыв уехал далеко. Потом я попробовал отскочить. С нашего отрыва не получилось. Потом я не ожидал, что мы догоним Гладкого. Я увидел его и все. Мы отметились, подождал его. Мы поехали вместе. Доехали за километр до финиша. Я уже отскочил и поехал сам». Олег Бимбаш сумел выполнить и даже перевыполнить свой план. Пешеходную сотку он закончил с результатом в 8 часов 20 минут. Таким образом, на две сотни – велосипед плюс бег – он затратил 10 часов 50 минут и финишировал после захода солнца в 22.06. То есть задолго до полуночи. Железный человек, однако.